Национальная Библиотека Беларуси Шановные коллеги, дозвольте вас всех в Национальной Библиотеке Беларуси. Эта встреча для нас очень символичная, она на передней святой Божьего народа отбывается, на передней каляде, сегодня первый день зимы, но это всегда перед, когда уже в сердце ощущается ждание отсюда, калядный настрой и он скировывает нас на совсем другие раздумы, на, с одного боку, подсумывание того, что произошло, примерно сегодня, время жизни, а с другой стороны, на планование, на взгляд, как жить дальше. Этот год дал много подобных причин для раздумов, сегодня много, что действительно произошло, но я хотел бы обратить внимание на один только аспект, на книгу, которая состоится на протяжении примерно 2000 годов, знаковой, самой, видимо, важной книгой для европейской цивилизации, на Библию. Это не просто самая формально тиражованная, распаусюдженная книга в мире сегодня, это книга, которая поменялась ходу всей человеческой истории. И вот именно для беларусов. Мы знаем, что книжность, письмовая традиция в Беларуси, началась от Евангелия, библейских текстов, Полоцкая, Уровская Евангелие, и другие творы, и другие тексты старожитности. С Библии пачалося беларуская книга друкованне, мы загадываем Турцкарыну найперш, и многих его последовников. И Библия ж адразу была одной из самых важных книг для инициаторов беларусского друку, пасля его официального дозволу в начале 20-го года, период нового беларусского адраджения, который так звичайно называется, в полной ступени был связан с воротом, снова до Библии, в ее беларусском прочитании. Были разные спробы, и все лета мы святкуем в полном сенсии про это посадение у тем лику, юбилей одного из первых перекладов библейских книг на беларусскую язык, говорится про переклад Евангелия «Поводь для Луки», творога, ведомого сегодня уже переклада Лукраша декуць малее, и все лета был уже сделан перед рук в этой книге. Это черговое выдание даденого текста, но это первое факсимильное узнавление самого первого выдания 1926 года, которое сопровождается коментарами, доследованиями, про его мы еще поговорим, я просто подниму его в руку, вот таким выгляде вышло факсимильное узнавление, как видите, великая толстая книга в твердом пероплете, мы не думали, что так отримается, про это я думаю, что поговорим, оригинал значительно больше сцеплый, оригинал в выгляде, само факсимиле выглядело из такого укладыша, просто выходит в эту структуру великого тома доследований, как видите, мы сделали немного больше, чем у вас на факсимиле, все остальные, это минавито доследования, присвеченные дадзинаму перакладу. Про это мы еще поговорим, але это была, как оказалось, не одна нагода для сегодняшней встречи, все лета отбылось много иного. По-перше, вышел, и про это мы сегодня поговорим, пераклад Евангелия на белорусскую мову, здесь немного, Михасем Мицкевичем, братом Якуба Колоса, про что, для широкой аудитории, еще не достаточно, видимо, это не так, хотя мы пару лет назад, как и Марию Михайлову, не могли бы показать эти рукописы, оригинальный материал, текст, Михасем Мицкевичем, тем не менее, для широкой аудитории, вот это опубликование, я думаю, будет важным кроком в смысле популяризации, как минимум, веда про этот пераклад, а может, и чергового разворота до библейского текста. Еще одна третья нагода для нашей встречи, которая послужила подставой, в результате, это инициатива Антония Бокуна об передаче у фонда, у сборы национальной библиотеки Беларуси материалов пераклада Ксенза Владислава Чернявского. Выключна важный пераклад в этом контексте у всех перакладов в Библии на беларускую мову, пераклад, який рабился с конца 60-х, фактично, до 80-х, в 90-е годы, добрацовывался, доводился до того стану, яким он мусить выяснить рукам. Гэты пераклад вельми важную роль одыграў у католицким кастёле, калі Михасем Мицкевич православный верник, верник реформацийной церквы, протестант, то Владислав Чернявский католик, гэты пераклад вельми важный для католицкой традиции в наш час, и в неким сэнце, вот такий межконфессийный так само диалог сёня мне подаецца будзе вельми важным. Я хочу звернути увагу, што и Библиотека национальная тут мае пълные подставы для того, как пропонаваць нам усім сабрацца, не токі тому, што и дзягаварка про книги, про новое выданье, мы можем про них поговорить, али и тому, што мы саправды зберагаем спадчину ранейших часов, біблейские тексты в выданних и рукописах, как вы видите, займают великую часть нашей спадчины, гэта раз, али библиотека ўжо правяла не одно мероприемство за обошние годы по ушанованні наших патерэдніков, хто займаляся справою выданье, пераклады Библии. Гэта найперша мероприемство, которое проходзіле ў часі святкаванні 500 годзі Беларуського книга друкаванні, памятайцы проходзіле, і конферэнцы, і сустрэчы, і презэнтацы, і выставы шмат што было, і вялікі блок мероприемства пачас правядзенні выставы Беларусі Библия. Я знайшов ўще некалькі асобніков засталося ўже у маляритетнага виданні каталога той выставы. Абсолютно унікальна і для нас, якая налічвала, в 18-м годзі она рыхтавалася, проходзіла, якая налічвала просто унікальну колькасть експанатов міжнароднага сусветнага значэння, і для Беларусі гэта була феноменальна з'ява, тады вот эти каталоги на беларускай, русско-англійськай мовах булі подрыхтаваны, і тады ж мы проводзіли, памятайте, і круглые столы, і лекцы, і сустрэчы, дискусіў у тымліку на питання беларуского перакладу Виблия. Тому ця перо, некім сэнсі, мы маем протяг. Мы сустракаемся сёння ў вось такой, скажімо, конструктивной размові. З нами навуковцы, з нами представники церквы, з нами краєзнавцы, перакладчики, з нами тут разом представники шродкаў масовы інформація, я ў паўніны кожному ёшто сказаць. Паспробуем быць лаконічными, але вельмі ёшма адпаде, ад былося, про каторе баяскоба хацелася сказаць. На гэтым ўступнае маё слово, я буду сёня модераторам гэтэй сустрэчы, завершаецца, але перад тым, як мы приступим до выступлэнняў і презентацийных мероприемстваў, я б хатіў перадаць слова, шановной, не слова, месца, ці голос шановной Алени Віславскай, дзякуўчы ёй сёня прагучыць голос скрыпкі, скрыпкі незвычайной, скрыпкі, якая належала таму самому Лукашу дзякуць малею, таму самому перакладчику евангельскіх тэкстаў двадцатых, тридцатых гадоў, тэкстаў Біблі, которые сьогодні будуть в коленеў центра, то одним з центров уваги нашоў зустрэчы. Спадаўна, Аліна, паўна. 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 Дякую, великое спасибо, Лена. Я думаю, это творчая такая нотка, вельми символичная, вельми важная будет для нас сегодня гучать весь час, и хотелось бы звернуть увагу, что у нас сегодня как раз такая вельми семейная, близкая встреча, вельми персональная. Мы будем весь час сказать про такие особистые моменты. Особистая скрипка Лукаша, оригинальные первые переклады, документы с Клиней Цепленью, это докладно некими особливыми эмоциональными характеристиками тех людей, которые для нас сегодня уже вживую недоступны для контактов, которые отыграли выключенную роль в перекладе Библии на белорусскую мову. Я пропоную выдавать сегодняшнюю встречу таким ключом. Спочатку будет невеликий хронологично размиркованный блок, связанный с трьма подеями, про которые сказано, декусь Малей, Черняусский и Мицкевич, а потом у вас на круглый стол и дискуссия. Некакие слова я пропоную спочатку сказать про переклады, которые побачили свету в этом году и запрашаю тут до выступлению. Найперш, сподара Андруся-онучака и Валерия Мороза с Берастя, которые были разом с нашими, в принципе, с Абрамами-берастейцами, одним из инициаторов проекта по факсимильному знавлении Евангелия Лукаша, декусь Малей. Сподара Андрусь, может вам первое слово, пожалуйста. И это, в принципе, первое полное Евангелие на сучасное Беларусское море. Кали сказать про этот переклад. 1926 год, заходняя Беларусь. Мы разумеем, что такое 1926 год. Это изменилась в Владе в Польше. До Влады приходит Юзеф Пелсуцкий. Это Травинский переворот. Это, конечно, безумовно, таки уздым великого евангельского пробуджения, кали народжается великая колькась протестантских церквов у заходней Беларуси. И это год, кали находится на уздыме беларусский национальный рух. Притым, фактично, закрывная все конфессии на территории заходней Беларуси. Такий, в принципе, год довольно драматичный, я бы сказал. Год незвычайный в истории заходней Беларуси, в истории еще Беларуси. Весь мяновидно в этом году выходит Первый Евангелие. Такое маленькое, спадара Лесе, он сказал, что книжка самая великая, Евангелие маленькое. И хочется сказать, что еще в 1925 году у часописи «Маяк» была обвестка, что Лукаш и Серафима декут малей, они працуют над таким выданием, як переклад Евангелия на беларусскую мову. В 1926 году это заявляется. И верь мне цикавый момент. Приезжая сюда представник британской замерзной библиотворительства, Вилфрид Лайсман, он трошки позднее приехал. Але он описал, каким чином вогуле рабился, как працавали Лукаш декут малей и Антон Луцкевич. Аписывал у своих листах наступным чином. Лукаш декут малей, подчас великих таких поездок своих евангелизацийных по Палессе, и он раздавал просто гэта Евангелие надрукованное, раздавал. И таким чином верификавал беларусскую мову. Накольки вось гэта на беларускім Палессе, вось в палесском воеводстве, накольки вось библийная терминология на, скажем так, кладецца для беларускай гаворки. А Антон Луцкевич, який был выкладчиком у Вильянской беларускай гимназии, и он давал урилки з гэтага тексту евангельского, библийного, и он давал вучням Вильянской беларускай гимназии. Они проводили такие семинары, семинары по тем, яким чином беларускай библия, як яна учить, як яна разумеется, и на кольки вось библийная термин, яны отпавядают тим грецким оригиналам, з яким он верификавал, з яким он звярав вось гэты пераклады. Канешня, безумовна, он раяўся, в мене вазе Луцкевич раяўся, із Браниславом Тарашкевичем, з Сымоном Рак-Михайлоўскім, ёсць звездкі пра ягоная такія коммунікаціў з Ксянзо Мадамам Станкевичем па гэтым перакладзем. В гэтым сэнсі мы можам сказаць, што ўсць такі пераклады натрымаўся такі народны пераклад, ў тым сэнсі, што ягоная верификація адбывалася і на палесці, на заходнім палесці, там, дзе особные ёсць беларускай дээлекты, на Віліншчыне, на заходній меншчыне, і таму, канешня, гэтый пераклад, ён адзін з такіх, скажам так, самых пакулярных аж до сённяшніга часу з'являецца. Ну, вось тут праста можна пачыццаў, трэба яго чытаць. І сёння, калі яго чытаець, што ты разумееш, што гэтый такі важны пераклад. Ну, і безумовна, зновжа скажу, выходзіць, паводля Луки Евангелія, ў 26-м водзе, і нарощваецца гэтая, это 27-28-й год, выходзіць ўсе Евангелі на беларускай молі, і распаўсюджываюцца, і 31-й год, выходзіць новы запавед, і псальмы перакладзіць куць Малія Луцкевича. Фактычна, вось такі цэлый періяд беларускай бібліісты. Не глячыць на тое, што, як я казал, былі часы, можа біць, не просты, не глячыць на тое, што былі розныя падзеі, як такое ў ромацка палітычным жыцці, так і внутрі беларускай супольнасті. Але гэта біблія, канешне, ў адным з листов сваіх, па-майму, пастар Зигмунд Лёпай, які был і ў Берасті пастарам, і пазній ў Вільні был, і он пісаў, што, вось гэта з'явлення гэтай кніги дае беларусам святло і надзею. Так што, віншую ўсіхнаць гэтым выданням, і, канешне, зычу, каб мы ось, ну, зверталіся, мінавіта, да, самога перекладу ёго, чыталі, і, саправды, гэта на сёняшній момент такім ўсь важным аспектам нашага агульна культурнага жыцця. Дзяпка Велікі! Дзяпка Велікі! С па-ан-друсь, насамрэч, хачу ішчэ адзін момент адзначыць, дзя національній бібліотекі за гонор тое, што адзіны, фактична, нажаль, захаваны ў країні офіційно ў дзержавных зборах асобнік, пазіда першого Євангелія, Євангелія паводля луки, мы здоліли захаваць, навэлікі жаль, іншых ў дзержавных зборах пакой нема, дай Бог, з'явецца, ведамо, што яны разышліся вільми широка, був даволі великий наклад, і шмат дзе, ў кого на руках, яны ішча захоўваліся, принамся, да недавня часу, там сям ёсць і цяпер, ёсць гэта кніга ў некакіх замежных зборах, але вельміні шматлікі засталіся ў свецце, лічанай адзінкі гэтага выдання, таму я так сама хацел бы запрасіць да нас ў бібліотеку, пабачыць гэта оригінал, сёня на выставе, прагэта два слова скажу, ёсць махчымасць пазнаёміцца з гэтым першым, самым выданнім 26-го года, на самым версія другая стойка, такая вертыкальня стаіць, там, ёвангелі паводлі Луки, ёвангелі паводлі Марка і паводлі Іоанна, першыя тры, ёвангелі прадставлінае Мацвейніма, пакульніма, так, на гэтай выставе, але, дай бог, ўсё будзе, ў фондах национальній бібліотекі толькі адно з гэтых ёвангелі, он, жаль, прадставлінае, таму гэту выставу рабілі, кажыць, ўсім святам, збіраліся з берастейцамі, часткова яна была презентавана в межахвыставчанага проєкта Біблія на Берастейщині ў Брэзской обласної бібліотецы пару місяців назад, і цяпер гэтая документы тут, таму запрашаю да нас ў бібліотеку, па першы, па другое, гэта книга, алічба ванная, даступна ў нашы электронный бібліотецы, і таму таксама, сёння, мы робим ёе даступны для ўсіх і кожнага розныя варіанты працы. Хоча, шоў живую, ёсць электронная версія, да і більш скіраў вэм для захавання оригіналу, і, канешны, цяпер ёсць фоксінільнае выданні. Валерий Мароз, берастейскі краязнавец, навуковец, да следчык гісторый Берастейщины, царквы на Берастейщине, гядома ўжо шматлікімі сваімі публікаціями на гэтакон, і ён жа адзін зазземнікаў гэтага праекта. Креласка. Вельмі шановны сход, ў сваіх кніг, артыкулах я люблю ўсё палічыць, падзіліць пастагодзях, высвэтліць, як ў історычны, культурны контэкст, ў аході тая ці іншая з'ява. І сёня я не могу ўстрімацца ад метада, які я для сібе выкарыстав, і якім я завсёды карыстаўся, дыля таго, каб заразуміць самому і вытлумачыць свае веды людзім, які цікавацца нашай історію. Калі мы, напрыклад, ідзем палесі, як напісав російські пісьменні Куладзіна Расалаохіна, і бачым некую хатку, ліснічовку, і бачым, як іна добра складзіна, збарвіння, і утульна, все там, і гэтак далі, гэтак далі, і ёсць вогнішадя, палевнічая, або людзі, які зайдут, туды можуть пагрэцца, то нікому з нас не праходзіць ў галаву, што яна узнікла сама па сабі, што, напэвно, всім нам заразуміло, што ёе пабудавалі нічая, умілая рукі. Алі калі мы гаволім пра сусвєт, пра зоркі, пра пра тое, што мы бачым, пра неба, пра землю, гэтак далі, гэтак далі, то мы, буває, адмавляем тое, што, адмавляем тое, абу неразуміем тое, што, напэвно, і гэта больш складзанна сістэма утварыласа не сама па сабі, і што, махчаме, она не могла віднікнути біць, без ней, нікага разумнага пачатку, альбо разумнага керавництва. І в гэтым сэнсі історія чалавецца, яку можна разглядаць пункту глядзіні крістянскай історій, старога запавету, новага запавету, яна можу являцца історія таго, як ўвасабляўся ў чалавеччай дейнасці, ў адносінах, ў тварэнні дзержавы і так далі, фактор боскага парадку, як универсальны прынцып соціальнага і національнага, альбо народнага рзіцця. І, мінавіто, з гэтого пункту глядзіні, я хаців паглядзіць на тое, як ўогалі чалавеччай грамадзіцва здабывала махчымысь доведацца аутентичныя тэкст Бібліі на народніх, разразумелых цялкам мовах, каб тэксты святога пісма сталі досягальнімі. Ось, і, мінавіто, з гэтого пункту глядзіні, я хаців паглядзіць на білорусські піраклады Бібліі і прыватністі на Францю, дзекуць малію. Ну, можна визначыць такі пірэйды, як, скажам, одиннадцатай стагодзі, калі альбігойці, кафарі, пасадовнікі в розміх країнах святу, пачалі змагацца за той, як Біблію піраводзіли на роднія мову. Прайшло пяццот гадоў, утварыліся нове, з'явіліся нове пераклады, польскі, ангельскі, гэтабдалей, гэтабдалей, але прас пяццот гадоў, у голові Мартіна Лютера отбылась революція, яка перавернула свят. Пачалася реформація. І гэтай той перейд, гэткалі закінчыўся попередній етап і пачался нове. Реформація адкрыла вогалі макчымасці знайомства з бібліўскіми текстами. І наша беларускай книга друкованні, гэтта Франциск Тарына, Прага, 1517 год, які знаходзіўся под уплывам напывне реформаційных гэтых, плыньоў. Університэты, які наследувалі античнуў філософію, гэтакдалей, гэтакдалей, людзі, які раціаналізавалі сярэднєвікова есхаластыку. І наступай етап, калі, гэтая сярэднєвікова есхаластыка яна раціаналізуецца, пачынаецца новый этап і пачынаецца реформація цырквів. І православныцца цырквів, і каталіццька. Зараз ўжо па іншаму глядзять на контрреформацію, і не розглядаюцца як некую конфронтацію, розглядаюцца як, значыць, як, некий працес абнаўлення. Проходзіць ше пяццот гаду, і я гавраў історы, пасля заканчэння епохи модернізму, епоха модернізма пачылася ў другое полове 19-го стагодзя, пры ўжо ў нас на такім астатнім этапі епохи модернізма адкрываюцца магілы, казалю ў історы. Народы Європы адрымліваюць незалежнацць, а яны імкнутца до суверенітету. Гэта Чехі, Румыны, гэтак дале, гэтак дале. Гэты працес ахопліваюць і нашу Беларусь. У другое полове 19-го стагодзя Франсишек Багушевич падае нам разуменні веры і волі. Вольны дух на водальній зямлі. Вера на своёй уласній зямлі. І ў літературы 19-го стагодзя, література, яка фіксавала емоцій таго, што не было ў документах, ў архівніх словічах, ў сухіх ратках на гісторичній папері. Гэта ўсё єсть. У полемічній літературы, анонімній літературы Беларуськай перші, полові, 19-го стагодзі, ўсё гэта єсть. Гэтак далі, гэтак далі. Але што отбываецца? Отбываецца тое, што починаецца перасенсаванні веры. У приналежності до всіх конфесій. Починаецца пошук новых духовных інтэнцій. І што отбываецца? Светская домінанта ў концы 19-го стагодзя і на пачатку 20-го стагодзя, светская домінанта ў грамадскіх руху, у грамадскіх руху была замініна на надзейнаць духовных особ. Выдатная особа – Адам Станкевич, Мельцев Градлєвський, гэтак далі. Не буду назвать. Ильдіфон Збобіч. Дарэчы, тут прасутнічуюць прасовнікі каталіцькай царквы. Я хочу сказаць, што Ильдіфон Збобіч – гэта адзін з найлепших багословів 20-го стагодзя. Його спадчина, білорусі, у Богу лі невядомая. Больш таго, ён писаў верши, гэта так сама невядомая сторонка. І так сама, як мы приступили до выдання спадчины декуть мале, трэба шукаць макчымаці, шукаць макчымаці піровыдання, пірокладаў і Ильдіфон Збобіч – гэта асоба европейськага масштаба. І гэта павінны робіць, ка мы гэта павінны робіць, ка мы гэта станем страшным судзе пирадлогам, ка мы стояли не токі со своїми грахамі, а лі с такімі імёнами, як Ильдіфон Збобіч, як Лукаш Декуцьмалей, як Адам Станкевич і гэта далі, гэта далі. Гэта годнаць чалэка і християнина. Я сказав, што святская домінанта була замінена дзейнацтю дзейнацтю духовных асоб, і гэны выказувалі асабісту адказнаць залез країны і залез свого народа. Трэцій тэзіс гэта вера набыла дзейнаць, якаць актывного дзейння. Християнска вера, яны не можуть быць абстрактными. Трэба робіць добро. Рабіць добро шукай макчымасті, паказаць істіну без актывной дзейнаці гэта не макчыма. Вера спалучылася з національно-культурной дзейнацтю і націоналнім патріатизмом. Гэта вельми трэба добро розумець. Гэта таксамо важныя крокі. Поэты ксянзы, яны створылі выдатну духовну поэту. Вогалі люди, які зразумелі, што вера мае быть патріатична і мець національний характар, усе яны характеризуваліся тым, што яны булі в значній ступені асобамі творчымі. Дякуть малей граў на скрипці. Ми сьоння мэлі унікальнуя макчымаць пабачыць скрипку, яку я трэмаў дякуть малей у сваих руках, яку яго унук і внучка падаравалі нашым герасейскім вернікам. Яна вернулася ў сваю айчыну. Гэтым малей ўжо атуль нам даў шанец, даў некую, я б сказаў, такую своечасовую тэлеграму про тое, што... макчыма падяку за тое, што мы звернулися дэго спадчаны и тое, што мы павінны разумець, што такое Библея, што такое Евангелие гэтак далей гэтак далей. Што ў выніку? У выніку гэтай дзейнасті, у выніку працавніков каталіцькай, пратыстанцкай, у меньшай ступені православны конфесіў стварылася сітуація, пры якой адбылася прагрэсівная эволюція грамадскай духовнасті. Прадставнікі розных конфесіў аб'ядналіся на патриотычной, національны, на національно-культурной ниві, платформі, базі гэтак далей гэтак далей. І вось гэта прагрэссівнае эволюція грамадскай духовнасті давіла до того, што сформіровалася новае християнска і національна грамадскай свідомысті. А потын утварыласі Беларускай народна республіка, дзе чамя якой былі духовныя асубы. І пратыстант дзе будь малей, і каталік Раман Скирмунд, інша духовна асубы, і пратставнікі православнай царквы гэтак далей. І ўсе гэтая людзі, яны па свойму зразумелі і па свойму ў сваім асабістым житті і ў національны історіі зреалізавалі або імкнуліся реалізаваць гэты фактор боскага апаратку, як універсальний принцип ўжо соціяльнага і національнага розвиття. І ў гэтым сэнсі дзе будь малей гэта не шараговая асуба, якая з'явілася, нарадзілася недзе ў слоймскім паўете, нешто, нешто там паверюў, так сказаць, і гэтак далі, і нешто там зрабіў. Дзе будь малей ў Ладзіславу Царнянскі і інші пратставнікі розных конфесій, яны стоять ў адным шарагу с Франциском Скарыном. І мы повинны ведать гэта, разумеў гэта і шанаваць їх імёны. Тому што ўсё, і гэта і скрытка, і земля, на якой ступали їх ноги, з'являюцца святыни. Але гэта могут разумець толькі те люди, які вераць не толькі ў камяні пад сваими ногами. Я хацел бы ешчэ лічыць, рассказываць гэтак далі, гэтак далі. Але нехай нас ўславляюць, натхняюць гэтая імёны, і нехай яны даюць нам сілы, каб мы бэлі лепшыни самі і робілі ўсё, дзе ля таго, каб лепшай бэла наша земля. Дякую, великий господар Валерий. Насамряч, хацелася б звернуць увагу ішчэ раз на гэта виданні. Боўш уважліба кожны з ініціаторів гэта гэта праекту. Гэта господар Валерий і Андрус, Антоні. Сябры тут многі долучыліся до гэта ініціативы. Гэта выказалі сваю бачыння каштоўнасці перакладу на беларускую мову в Біглі. Гэта не перша і не апошні пароўся выданні, але тут можна з глыбінею заразумець, наколькі неапростай, адказнай, была працца па перакладзе Біглі на беларускую мову, іна не бала досканалай, іна не стала найлепшай і бездакорна і безумовна. Але гэта была вельми важная падзея, пра каторую можна казаць вельми шмат. Мы фактична на гэтым амай што скончым презентацію першага блока выступлэння. Адзінае мне бхатілася прадаставіць виртуальнае слова адному нашому ўдзельніку, каторый мусю быць з нами. Гаворка ідзе про Яханасы Раймера, адзіна з так сама ўдзельніку гэтага праекта, гэта доктор теології, пра фесар місіології, цэпер ў афріканскім університецця, але шмату яких навчальних установах Європы і Расія, і он выкладаў і выкладая сёння. І он жа пісаў сваю ўступнае слова так сама да гэтага выданні. Гэта чалавек, каторый непасредна імел дачыненне да пашырэння Бібліі шчы ў савецкий час. За савецким часом он мільйонными накладами, допомагав Біблію, Слово Божому, трапець до читачу. Особливо у 80-х годы. Преоткрывалися многі дзвіри, але ўбойш ранні, ўбойш тяжкі у 70-х. Калі можна... У нас ён, на жаль, ніздолё удалецець. Затримали у Стамбулі ёго рейс. Мусіў ён быць з нами ўжавую. І таму така імправізаванне відео привітанні. Ад яго отримаюць. Летучы з Азіў ў Єропу. По дарозі Мусіў быць з нами. Планавалі ми навіть з ним провести эту встречу. Але будзім ўчася таким кавидным... Дарагі дамы і госпада, Дарагі колеги. Большо вам спасиба за приглашэння на вашу конферэнцію. І за то, што вы даже предложили мені сказаць пріветственне слово. Я б с большым удовольствіем сьогодні Сказал вам эти слова на беларускам языке. На вашем красивом, звучном, мелодичном, славянском беларускам языке. Много лет назад я попытался выучить ваш язык. К сожалению, моя академическая деятельность на территории Западной Европы заставила меня заняться изучением других языков. Поэтому осталось времени очень мало. Так я и застрял в первых лекциях по беларусской грамматике. Вот и придется мне вам сказать эти слова на русском языке. Дорогие мои колеги, я очень-очень благодарен и Богу и вам за то, что вы занялись изучением вопроса перевода Библии на ваш родной беларусский язык. История социальных преобразований в Европе и за рубежом показывает, насколько влиятельными были переводы Библии на местные языки для позитивного демократического экономического развития этих сообществ. Средневековая Германия, например, была поставлена совершенно новый социально-экономический путь развития благодаря переводу Библии на немецкий язык, который предложил доктор Мартин Лютер. Историки сходятся на мнение, что его перевод Библии в принципе дал толчок к подобному развитию в Германии. Точно так же и Джон Уиклифф в Великобритании или, например, Жанн Калвин в Швейцарии. Переводя Библию на родной язык, они таким образом дали толчок социальному и общественному развитию в своей стране. И в наше время положительное влияние Библии на развитие нации поражает. Удивительная история подъема демократии и жизненно важной экономики в Южной Корее в течение последнего столетия красочно описывает подобное влияние Библии на общество и в наше время. В начале XX века корейский народ, буддистский корейский народ, в принципе, находился в абсолютном запущенном состоянии. Ни социальное развитие, ни экономика в этой стране ничем особо не отличалась, как только запущенностью. С переводом Библии на корейский язык масса корейцев обратилась в евангельское христианство. И таким образом начался процесс трансформации этого народа от буддистского фатализма к оптимизму христианских устоев, которые в конечном счете привели к тому, что мы имеем сегодня в Южной Корее. Корея стала одной из самых важных, самых известных экономических держав в мире. наряду с Южной Кореей, Гонконг или, например, Сингапур. И примеров таких много в наше время. Белорусская история также предлагает примеры подобного влияния Священного Писания на общество. Например, во время Радзивилла Черного, великого канцлера Польско-Литовской унии, одного из самых влиятельных политиков своего времени, который сыграл важную роль в становлении также и белорусского народа. Радзивилл, ставший протестантом по своему горосповеданию, заказал перевод Брестской Библии, как мы все с вами знаем. В 1563 году Брестская Библия была опубликована. И эта Библия положила основу для трансформационного движения, которое внесло демократические представления и принципы даже в ряды польско-литовских дворян. К сожалению, это движение было прервано контрреформационной римско-католической королевской властью в 1619 году. Последователи так называемых польских, литовских и белорусских братьев, так называли приверженцев Брестской Библии, принудили покинуть Беларусь и поселиться среди анабаптистов в Пруссии и даже в Голландии. Некоторые из них совсем онемечились, но сохранили свои белорусские фамилии, по которым мы и по сегодняшний день можем узнать их белорусское прошлое. Фамилии такие, как Завадский, Козловский, Делесский, Красновский и другие. В 1789 году царица Екатерина II пригласила анабаптистов, к этому времени анабаптистов или крещенцев стали называть менонитами, поселиться на освобожденных от турков землях Южной России. Они пришли и принесли с собой как принципиальную ориентацию на Библию во всех вопросах об устройстве жизни, так и глубокую заинтересованность в целостной трансформации и преображении общества. Вскоре их колонии стали самыми развитыми сельскохозяйственными центрами на территории Царской России. Работая рука об руку с некоторыми реформаторскими группами в Православной Церкви, такими как Малакани, они положили основание уникальному движению еванских христиан в Царской России. И это движение высоко оценивало общественное и экономическое обновление Родины. Многие еванские христиане активно участвовали в преображении своей Родины, особенно после революции 1905 года. Вот это и есть религиозный фон Луки Николаевича Дьякут Смолея, одного из выдающихся белорусских баптистских лидеров и реформаторов первой половины XX века. После присоединения к евангельско-баптистскому движению в 1911 году он посетил несколько лет библейскую школу, основанную Иваном Степановичем Прохановым в Санкт-Петербурге. А его первым учителем по библейской эксигетике и церковной истории был Адольф Абрамович Реймер. Потомок тех анабаптистов, которые приехали из Пруссии в Россию в конце XVIII века. Уроки Реймера произвели на него глубокое впечатление. Он смог увидеть прямую связь между Библией и длительной трансформационной вовлеченностью христиан в благоустройство общества. Причем Библии на понятном народу языке, на родном языке. С другой стороны, его поразил великий пример и образ Ивана Степановича Проханова, человека со славянскими корнями, который и всю свою жизнь вкладывал в то, чтобы преобразовать быт своего родного русского народа. Иван Степанович Проханов пригласил все граждан доброй воли России объединиться в преобразовании России как в религиозном, так и в экономическом плане. Для Проханова обновление, трансформация, реформация религиозных убеждений было просто немыслимо без глубокого преображения всех слоев общества и политики, общественной политики как таковой. Для этого он не только формировал церкви, но и создавал политические партии, поощрял создание экономических структур, построенных на евангельских принципах. Вернувшись домой в родной город Гродно, Дьякут Смолей стал одним из самых активных политических деятелей в своей области. Дьякут Смолей участвовал во многих различных политических и социальных акциях в области. Ротовал за белорусский язык и культуру, боролся за независимость своего народа. Его учителя в Санкт-Петербурге глубоко впечатлили его идеей христианской миссии как преобразующее движение, ведущее к справедливому демократическому обществу, в котором каждый человек имеет шанс, реальный шанс, увидеть процветание своей национальной культуры. Поэтому он активно пропагандировал свою еванскую веру, создавая белорусские свободные еванские церкви и просвещая христиан для участия в демократическом развитии своего белорусского народа. Перечень его действий, занятий, интересов длинный. И во всем этом он, Дьякут Смолей, руководствовался своей верой и чтением Библии. Понятно, что самой большой мечтой этого замечательного человека был перевод Библии на родной белорусский язык. И мечта была исполнена. В 1931 году вместе с Лукевичем он издал на белорусском языке Новый Завет и Псалтье. По его собственному мнению, теперь могло начаться нечто наподобие трансформационного образования собственного народа. Но скоро, к сожалению, политические события перекрыли все планы. Дьякут Смолей не смог реализовать свои планы трансформации и развития духовной общности в собственном народе. Он даже был вынужден покинуть Беларусь. Но его великое наследие под рукой. Новый Завет, опубликованный на белорусском языке. Это его и это Божий дар своему любимому белорусскому народу, за который он готов был положить всю свою жизнь. Я благодарю вас за внимание. Благодарю Иоаннесу Рейнеру за отримку этой инициативы. Надо отметить, что он сразу же заинтересовался с самым фактом переведения Евангелия по Водля Луки в перекладе несколько маленьких. Долучился до этой инициативы. Про ее уже шмат ведают так само и в Германии. Плануются целых шерах инициатив с его делом. Поэтому будем лечить, что данная публикация будет только начатом для многих новых инициатив. Я, в свою очередь, хочу перейти до другого блоку хронологично, хотя в некой ступени ее больше ранний. Переклад Библии на сучасную белорусскую мову. Во-первых, начали в уплывных спробах еще в 19-м ста годзе или реально в начале 20-го ста годзе католики. Они так само сделали в этом сенте вельми шмат. Дякуючи епископу Стефану Данисевичу, керавнику Пады Могилевской. Архиепархи, архидеоцезии. Целых шерах белорусских выданий «Побачу свет». Згаданный Эльдефон Збобидж, Шматлики и другие, Франциша Буцка и другие. Долучились до подрихтовки белорусских выданий. В дальнейшем вельмске «Бискуп Роб» активно поддерживал эту справу многие и другие. И уже в 10-х годах побачили свет певные тексти. Утым легко библийные тексти на сучасной белорусской мове. У приватности уже в 22-м годе у нас на выставе, я одно слово хотев згадать, у свой час экспонувались недельные евангелии и науки Эльдефона Забобиджа. И это выдание 22-го года, еще больше ранее, формально, чем публикация декусь малее. Но это еще не Евангелие, это еще не текст Библии, все понимание, которое мы сегодня используем для опубликования текста Библии, последовательного системного процесса выдания библейских текстов. Тем не менее, католицкие святары у початку 20-го года зарабили вельми шмат. Вельми шмат было публикацией. Публикации з'являлись в дальнейшем одна за одной, особливо у 30-х, 40-х и далее годах. Это же занимается католицкий костел сегодня. Мы памятаем, в 2017 году у нас в Библиотеке одночасово презентовался православный переклад Нового Заповеда. Такая была яркая акция, подрыхтована Библейской комиссией при Веларусской Православной Церкви, при Экзархате. И переклад, подрыхтованный католицким костелом. В этом смысле, вельми важную роль, конечно, играя особа Ксензау Владислава Чарнявского, который в 68-м годе наведал Римцу, строкался с папой Римским Павлом IV. Он получил благословения и навык даручения, как он сам пишет во вспоминах, на переклад молитовных текстов римского и других материалов. А так сама Библия на беларускую мову, и это працу его заняла несколько десяти годов. У Выняку побачили свет несколько публикаций, они так сама тут представлены. Мы сейчас про это поговорим. Но перед тем, как до этого приступить, я бы хотел дать слово коллегам на супер, с Ксензом Каноником Яном Кремезем мы уже сустракались не раз на этих встречах и размовах, но теперь я бы предлагал слово к Ксензу Канонику Францу Рудзю, который теперь является еще и наместником старшины правления Библейского товариства в Республике Беларуси, и мае самое непосредное дочинение до темы нашей сегодняшней встречи. Я так сама витаю у всех участников сегодняшнего круглого стола. При этой находе хочу переказать слова удячности за запрошение от нашего митрополита, арцебискупа Юзефа Станевского, який сам, на жаль, не мог быть, но тем не менее выстав своих представников, и он духовно еднается с нами. Дорогие коллеги, уже не одноразово мы сустракаемся и размовляем про Библию. Важная тема книга-друкование, это вопрос родной мовы, и этим вы занимаетесь. И сегодня я хотел бы еще развернуть увагу на духовный аспект, что все-таки наша родная судовная мова. Когда они были переклады, то эти переклады были с псалмами Евангелия. Первым источником была Библия. И вельми добро, что происходит наше супрацовничество. Вы как науковый свет, мы как духовные аспекты. И вельми важно, что за этим круглым столом мы умеем домовиться и почувствовать один одного. Наша встреча неодноразовая, когда мы говорим про Библию, она свидетельствует о том, что Библия уже актуальна, что это Божие Слово, какое живое и действие. И сегодня у этого наше грамадство отчувает недоход, как иметь широкий доступ до Библии, как Библия позитивно и духовно развивала наше грамадство. Мы разбираемся, разговариваем, и одновременно мы делаем свою неважную работу над тем, как Библию сделать более популярной. Но ничего нельзя сделать на силу. И мне так узгадывается евангельский эпизод, когда вокруг Иезуса были апостолы. Они уже три года были вместе с Иезусом. Они смотрели, как Иезус молится, а приходится на самотное место. Но Иезус им никогда не сказал спочатку «Вы должны за все прочитать молитву ойча наш, а потом пойти за мною». Нет, Иезус молится, Иезус делает свою справу. Апостолы смотрят, таким часом они столеют, и потом они сами звертаются до Иезуса. «Пань, научи нас молиться». И в этом и наша справа, как Библию делать больше популярной. Пры этой нагодзе, пока я еще маю доступ до микрофона, хочу сделать маленькую рекламу и презентацию новой книги, которая отбылась. Это книга про первого кардинала Казимира Святка, который всюду жил верой, который был источником адраджения католических структур в нашей стране. Одночасово кс. кардинал, он так само зрозумел необходность беларускай мовы у кастёля, как были тексты евангельские, Святого Писанья, для того, как люди могли корыстацца и чуць у кастёля свою родную прихожую мову. И этот экземпляр мы покинем для нашей национальной библиотеки. Казахстан 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 Беларусь Казахстан 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 На выставе бачиму все четыре выдания 31-го, 48-го, 85-го и 91-го. В 91-м годе вышло 20 тысяч новых заповедов и псальмы, И к 96-му году их уже фактично не засталося. Плюс была такая проблема, что был новый заповед, были псальмы, а старый заповед по белорусскому можно было читать дитяшую библию. И тогда ходила история, что есть такие ксенцы Владислава Чернявский, які перехла всю библию. Особенно, что заканчивался наклад новых заповедов, и на той момент только вышел, когда вышел перехал Семухи, вышел новый заповед, псальмы или второго заповеда нема, то в этот час меня познайомили с Ксенцом Владиславом Чернявским, и познайомили с ним, съездил лишнего, и разговаривал с ним про то, как… Прошу про большинство. На этот момент. На этот момент. На этот момент. И извернувся до того, что можно поделиться вот этими перекладами, как выдать в этот переклад, потому что была великая потреба, не было ни идея библии по-белорусски, только вот… И, ну, одразу я не вельми захотел, сказал, что у меня остался только один особник, то не полный, но, как утромался его перекладами, он дал апошни свой экземпляр книги «Роду» или «Бытья», у него было два варианта, и после… Мы набрали этот вариант, поддактовали, в 97-м году вышло, не навито с назвой книги «Роду». Все, не напугалось шкодули, что выбрал таки «Роду», либо было покинуть «Бытье», потому что у Чернявска было два варианта. Вось… Посля… Это… Посля мне… То есть Алексей Чернявский дал вот эту свою решну рукописи, и наплатировалось в конца 90-х, набрали все эти рукописы в электронном выгляде, и отрымалось, ну… В 99-м году выдать новый заповед, скажем так, в перекладе Владислава Чернявского, и велась аппаратца так само по… Подрихтованцам далейших рукописов, в выданье всего «Всёй Библии». У 2001-м годзе Владислав Чернявский, незадолго до своей смерти, подписал «Дамогу» с библийным товарыством, что библийное товарыство возьме эту справу на себе, и в принципе тады вот эта большую частку рукописов, и текстов, який были у меня, я это передал библийному товарыству, и далейшим, ну, с такой вот великой полет, я думаю, ну, теперь библийное товарыство будет працавать над этой справой, доведеть эту справу до конца. И в принципе, ну, треба отдать належное, эта справа была доведена до конца, в 2012-м годзе, полная библия на подставе рукописов Владислава Чернявского, и она побачила свет. Сказать, что я задоволен этим выникам, не скажу, ну, хоть и маю право, ну, я бы сказать, маю право, потому что, зараз я уже воход же в управлении библийного товарыства, могу трохи покритиковать, есть наместник старшини библийного товарыства, все нас фантишек круть. Ну, и в принципе, что многие моменты, которые хотелось бы захавать за эту перекладу, и они нажали в вынику такого обнимавшегося выдания, они были сгублены. И еще одна такая прикрая ситуация, что большая частка таких рукописов, она так самая не длилась. И поэтому, под вплывом всего этого, для того, как эта спадщина не загинула, и она саправды, потому что вельми цикавая из пункта углечения мовы, из пункта углечения решений разных таких библийных моментов, когда это захавалось, то, что засталось в линейных руках, я хочу передать для национальной библиотеки, так само уже не отредагованный текст, а вот таки текст, першопочатковый текст к перекладу Лазислава Чернявского, капьон был наявный, капьон был доступный, капьон не загинул. На жаль, рукописов, саправдовельми не шматы, больше из них на представленном стеллаже, можно это поглядеть, то есть там рукопис книги «Юдыдт», есть так само вот этот рукописный переклад некоторых часток лекционари, вот это неколько шутков, и основная масса в это складают друкованные, вот это опошни, то есть был рукопис, и на основе рукописов было подрихтованы такие семь копий вот таких машин, по-моему, дякавель, машинописов, причем машинописов он так само сам по себе цикалый, потому что, когда рукопис Владислава Чернявского, то машинописов это Петра Бетель, Петр Бетель, який был наставнишим у Вишневе, ему, он из своих с Чернявским был такий гешефт, что Чернявский перекладая, а Петр Бетель робить вот это семь копий, и вот это, ну так само, вот это стосы, это вот это машинописы, рукописы, на жаль тут нема тут у рукописов, у машинописов нема у всякого тексту, але, у кольки заховалась в электронном выгляде, то та самая Переслав вот этот электронный варьянт вот этого сих, всех, всего вот этого першапошатковых текстов Владислава Чернявского, и тут уже, я думаю, что национальной бибиотеки они придумали, якобы, надо сказать, заховать, потому что, на самой справе, задается, что электронные тексты, все-таки, рукописы, они значительно лепше, не глядящие на то, что они гарать и тонуть, и пропадают, но они значительно больше надеянные варьянт захования любой информации, потому что, я напомню, все вот глядящие, проглядающие, например, один файл, я, наверное, весь период, по кольке, этот файл был набран в 96-м годе, то в 2021-м годе казалось, что его бельми складано с его достойной и он перекодировался, просто потребовался шматую посилку, чтобы его вернуть назад, а если, например, этот файл был бы захованный на диске, то что делать? Это прямо в музей истит, есть дисковод, это была программа, которая мы сможем это прочитать, что написано, то есть рукописи машины, книги, они имеют значительно легче варьянт в заховании передачи информации, и поэтому для того, как это спадщина, она не загинула, как это праца, которая была довольно знаковой, довольно символичной, это уже в конце 80-х был фактически полный библийный корпус текстов, был подрихтованный, ветое, что он был пересланный, то есть у нас не ветое, полный сбор, вот это, машинопис, ну то есть значит он в принципе то есть их было я уже не бачу полного машинопису, потому что я бачу только рукописы нажать, где эти рукописы пропали, то есть только в электронном выгляде, начатковый текст нового заповеда, но для того, как это не пропало, она у них заховалась и могла быть выкористана наступным поколением доследчиков, перекладчиков, потому что это такая речь, которая не заканчивается, это как ремонт, его можно почать или не раскончить, так и вот я в 96-ом годе я приехал до арсенза Владислава Чернявского, я думал, что мы работаем неколь год, справа будет сделано, но уже прошло 25 годов и конца края к этому пытанию не отбачить. Но так же закончить этапы, я хочу передать доступ, кому цикаго, кому потребна, могли иметь хотя в армижеванном формате, но иметь доступ до рукописов, машинок, пошелкового текстового переклада, здесь Мориславом Чернявским Вишню это до 80-е, 80-е годы, 20-е годы. Я думаю, давайте символично потеснем руку. Символизм таких пиротаж вельми важный, у державного столова никуда не денется, и по-другому еще никуда не денутся и рукописи. Ну для какого-то соправды, соправду державной организации, мы их тут и покинем, символизм выполнены. Дякую Вам. Со своего боку, запрошаю после завершения импрезы познайомиться с выставами самые интересные фрагменты этих материалов. Это и рукопис, это машинопис, это корректура и редактура для выдающих, которые реактивались в Тимлику и с Трам-Антонием. Там есть и познаки, есть материал Петра Бетеля, есть познаки Олеся Желудкин, что это проекта. Есть книга «Полторянные законы», там Олоком под Олесей Желудкин и его редактора в начале 90-х. Я вот скажу то, что не сделает, не буду запрошать торопить всех художников, просто покажу для всех. С одного боку мы видим набранный текст, то же самое, про который говорит Антония, или разрукованный в свой час вправки на тексте. Антония, да, по такому, когда переворачиваем на отвороте ксерокопии оригинального рукопису. Владислава Шарнявского рукопис не заховался, рукопису этого фрагмента немало, ксерокопия заховалась. Тому все это документы своего часа, своей эпохи, они безумовно будут забезпечены и захованы. И тут, представившись этой макшимасцю шмак библиотекаров узнали разом, Татьяна Кузьминнич, моя коллега, знаменитка генерального директора, который отказывает за захование фондов нашей библиотеки, мы публично можем запрошать и захвачивать всех художников. Библиотека это тое место, где рукописы наименш гарант. Чем и наименше зникают. Чем в любом другом месте. Тут же забезпечивается и наименший доступ для этих материалов. Зникают библиотеки, наш час для меня просто. Зникают книгосборы, зникают играть, и выкидаются рукописы. наименше запрошем за охвачивание. Мешать. Тут не останется, останется жить веках. Спасибо большое. Антоний, я гордаю назад экспозицию порушенную, так нахабно Дякую еще раз великий Мы же пойдем дальше и до третьей особи, про которую мы сгадали в пресс-релизе в Западе до этой инициативы, Михася Мицкевич особа, которую в полный час, в принципе, в Беларуси мало кто видал был народный поэт Якуб Колос знакомитый дзееч, грамадский дзееч, культурный, науковец напишешь, конечно, письменник Для кожных беларусов это имя отсюда у Нагадома как имя поэта-революционера, советского письменника хотя значно больше беларусского письменника тое, что его брат Михася Мицкевич перекладал Библию на беларускую мову ведали до относно недавнего часа одинки Мария Михайловна все лето сделала, я думаю, важную справу в полном сенсе подвиг и данину поваги и пашаны до славного попередника и текст Евангелия в перекладе Михася Мицкевича пабаччу в свету выглядзе выданне рукопись этого переклада несколько лет назад экспонавался у нас в Библиотеце в Музее книги теперь есть книга, которую еще не презентовали в Беларуси которую еще не видели и сегодня такая мягчимость у нас есть Мария Михайловна, вам дякую за слово ну, хотелось, по-перше, отзначить, что и Якуб Колос, как лечится, что многие сказали, что он был атеистом и так далее но если бы читать уважливо его тексты шмак можно найти религийно что вы нищалась от цензуры нищадно есть такие вот и рядки, и этих цензур что нареште Колос позбавился от религийной павуцины и отперерабил Симона Музику это что там были выкраслены шмак религийных зворотов и навык у поэме Симон Музика это 112 родков ода Божьей творчести была просто выкраслена зараз есть мягчимость вот вышла книжка Симон Музыка без цензуры и эти родки там есть это ода Божьей творчести по творчести у поэме Симон Музыка Якуб Колос Якуб Колос он опекався своим младшим братом Мехасем бо усягу было четыре брати и он его забрав до себе у школы туды у Пинкевич шекали бать капайнеру вучил так само я горактовал до не свежской наставницкой семинары бо это один из брату який так само скончил наставницкую семинары стал вось наставником и потом так само пачал и свою литературную творчесть шекали вучился семинары и он тады был под керавництвом бо колоса не было о той час вось о двадцатый пачатак гадо тут на Беларуси попал под керавництва дядьки Языка Лёсика вось разом з ним працавау в выданнях Вольная Беларусь згод был там карэктером и пачал так само другаваць и Максим Гарецкий писал што гэта вельна таки спадзейны молоды биле трыста и письменник ну были такие часы што и не толькі ёнудзельничо у грамадскым житті был удзельником першага беларускага утрядома в двадцатом годе з'езда ну и пачас вернулся потом, калі стала небеспечна тут быць ёсць ягу вось такі ліць што трэба якбы адсюд альцюль выехаць ён выехаў на свою родзіму ёску Никалаюшыну Смольню там так само працаваў долгий час ў школе аго и застаўся ён працаваці ў школе ў часы немецкой оккупацы таму што ведаў што децім патрэбна наука ну и паколькі ён добра ведаў немецкую мову то ёго были контакты вось як ўспаминал наш письменник Янгабры што ён да помагал выратаваць негаліких людей вось и каб ўёска всё ж такі ўёска с толпичина ўёски не бали спалені немцами то ёсць негаў таку працаваў аль ён разумеў што ўсць 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 ён вырошуў з'яхаць негаў спачатку Чехословакія потім немецчына дзе ён таксама брав аптывны ўдзіл організаціў беларускаго школьніства на эміграціў ата знакаміта гімназія Няянкі Купалы дзе ён был директаром бачасковой школы школы шмат житанок ён таксама напысаў для дзеў ну і ў той час таксама вельмі важна была релігійна жыцць ў на эміграціў, бо людзі які ось вимушані булі виўаць пилю гэтых лагерях для перамішаных особов, яны стваралі суполкі, подавалі сваі церкві таму, ўсць як ў гэт час була вельмі така вяліка цяга та релігійна жыцця, і ось он брав дзіл таксамо в релігійнім жыцці пісарам ў сходах ну і паслі апынувся ўже після лакідаціў лагерю для перамішаных особ перееху ў злучыны штаты, дзе таксама прымаў актывны ў дзіл ў граманскім жыцці на многих пасадах некаторы час был редактарам газеты Беларусь, потэм выдавав за своя забісты кошты часопец холыц царквы ну і на працягу многих гаду займався паракладам библии на беларускую дню. У злучыных штатах в Сахамэрэкі было ў 97 годзі выдадзіны толькі два это паводлі Марка і Мацвія вот зале выдадзіны другам цей шмат памывык і неулічаны ўсі там ўё правкі і таму вось калі я прывезла там пачатак з злучыных штату потэм ё перээслалі вось родзічы гэты ў яго тэксты то былы такая мара да выдадзі чо ж такі кнігы в дякуючы націнальній бібліатэкі пасля выставы былы алічбаваны рукапісі што дазволіла зрабіць у вітісканы паколькі ён был пісарым школьным настаўнікам там можна паглядзіць што почырк вельны прывозыць втадзіна там и таму вось мы пашлі на то это па пешше, па другое можна було все завайякі ёсць вось таксамы выністі ў низ там гэта было не толькі вось працца так ўс ён написал ўсць ён працавал многі гадын ад гэтыму носил праўкі і вось гэты праўкі таксамы были пазначыны таму вось такое выданне с этамі спраукамі ось з яго рукапісам вось яно ж іму прапозаць выгляда ну і трэба адзначыць што паколькі даведаліся што гэты рукапісы ёсць меня папрасілі беларускі хата даць им гэту біблэйску комісію і на працягу многага часу айна абецалі таксамы можа выдаць што ляжала ў іх там як я не сказалі я не карыздаліся для сваўі біблі але гэты ўсе выданне лежалі так як бы мёртым грузам ну і был юбилей восьмі Хасамецкевича ну і я робила выставы прасвечуны ему я забрала гэты все выданне ну і вось уже была мая марра все ж такі выдаць гэты тэкс гэты ўсё захавалас ну і вельмі счастливае што я якраз ў гэтым годзе а ў гэтым годзе якраз сорок годца дня смертця Хасамецкевича эта книга пабачила свет было уже давно дадзіна ўдруг але ўсё ж такі цяжкась гэты храбіць прауки гэты все гэты просто затягнула час ну і што хацелася ёшэт значыць што ў меня ёшшы ёсць тэксты літургії святого Яна Златовосных абаслужповы тэксты это гадзіны недзельныя трапары часасловець і ён таксама грабіл царковны календарь і паказнік якоў евангелі павіна чытаць ў кожны 7 тытня празувіць годы ёшшы засталось ў меня ўсу рукапіса ну рукапіса Михайса Мецкевича і ёны будуть передадзіны ў музея Кубаколасы дозумуўнабо гэты я була лучшы брат ёсць я сподзіюся што таксама ну а лэ за мене великий дзякуві біотэць зробіла ёсць і могут чытачі познайоміць ёсць електронны варіант і ёсць гэты таксама я кацела подавіць націоналі біотэць дзякуві біотэць дзякуві біотэцць дзякуві біалікі марійі міхэлівна на самарчў просто не пісааае шчасте калі ісць чыра што ёсць своў час правівшы тую вистав ёсць в очередной раз притягиваю его до очень качественного, очень важного рукописи и видеть это в работе. Электронная версия Евангелия, доступная присутствующая у нас в электронной библиотеке, мы тогда, если не помню, заключили домогу с Марией Михайловной на право использования, и все эти материалы могут видеть в электронной библиотеке Беларуси, и вот это видание в полном смысле вернуть в маловядомые и невядомые сторонки из биографии Михайловича и Семьи Бицкевича, это значительно характеризует и особу Якуба Полоса, те стороны, которые в советский период не были надто пожеланными, вытеснялись из официальной биографии, из сторон его творога. Час меняется, и наша задача, как библиотеки, захавать эту спадщину, и видание – это один из наилепших вариантов для захавания. С этой книгой могут знакомиться и наши читатели, и читатели, и другие библиотеки. Покупники, безумовно, то есть книгу можно набить, у книгарных там так само запрашают до этого. Шановные сябры и коллеги, на этом презентации три далекие блоки, начатковые у нас нормально закончены. Но у нас есть пара, думаю, выступлений, которые загадят запланованные, может быть, еще есть и незапланованные выступления в формате круглого стола, тут нема перших и опошних галовных и негаловных, так бы мовить, меньш важных выступлений. З нами присутничают тут и навыковцы, и богословы, и перакладчики, которые с вами непосредственно дел умели и мают в перакладе Библии на белорусскую мову. Я, наиперш, хотел бы звернуть увагу на шановную господарню Ирину Дубянецкую, она заявила, загадя жаданье, иметь свое слово, доктор сакральной теологии, вядомый у нас в Украине доследчик и замяжою, и удельник многих инициатив, великих инициатив по перекладе Библии на белорусскую мову. То, может, я б вам первое слово и представил господаря Ирина, хотя с нами разом еще шмак кто, господар Миколай Прыгодзич, иначе я сябрит, присутная я. Был бы рад, если бы вы свое слово сказали. Формат круглого стола не змушает от этого иного формата выступления, но повторюсь, в круглом столе регламент будет обмежаван 5, может максимум 7 минут в таком формате. Спасибо большое. И гонор, и радость тут присутничать, потому что это три судовные подеи, и одна из которых для меня не ждала, про которую я не видела, это именно про выдание Евангелия Луки, спасибо большое. Хотя это великая радость, и это первое, что вышло с другом, а не далеко не первое, что было перокладено. И ведь мне, конечно, хотелось, как и от Адама Лисовского, там пачались сборы, який сегодня был не сгаданы, там Бобича зякаваць Богу сгадали, а лишь мать кого еще и не сгадали, и, конечно, хотелось, как в этой дороге к початку 20-го стагодзе, у первой половы 20-го стагодзе, ну хотя бы до 1939 года, до выхода Евангелия Лука Левского, так само мы смогли позбирать и сделать доступным духовный и культурный набыток Беларуси. То, что тычется другой нашей презентации, это так само великая радость, бо у меня эта история началась с Ксенцом Чарнявским в 1990-м годе, в 1990-м годе мы зим домовилися, что будем выдавать Ягонную Библию, была дома из Кирхейн-Нот, и он был очень счастливый, и от Ягод потребовались рукописы, машинописы, и он их не смог собрать. И вот за два года, раз по разу я его тузала, и он не смог это сделать, сказал, что они у него распаузлись, и тут уже на некой импрезе разом Феликс и Нушкевич каже, Феликс отдай ей то, что я тебе дал, но Феликс так никогда и не отдал. И мы не смогли собрать рукописы, в 1992-м годе я съехала, и вот эту историю протягнул Антони Бокун про шесть годов, и уже неким чином забрал эти руки и всякие были. Хотя, конечно, вельми доброе, что тогда в Лондоне вышло, так само, что все было собрано, и вельми доброе, что был выдаден новый заповед с выданием 2020 года безумовно «Велизарные проблемы». «Велизарные проблемы» — это текстуально наибольшая из всех повных библей, какие есть в Беларуси, али вельми доброе, что она есть. Судовно, что она есть. И вот я хочу просто ремарку сделать реплику на то, что вы сказали, что шкадуете, что выбрали роду, а не быть цё. Вельми доброе, что вы сделали этот выбор. Роду, это просто не совсем удал. Треба было бы, конечно, родовод, безумовно, а не род. Али роду всё равно левш, чем быцёк, потому что быцёк — это такая уникальная славянская традиция, якая нияк не вписывается в традицию назвы книги, починаючи от самых-самых давных часов, калі на углу назвы почали даваться. Потому что гибральский текст он нияк и назвы немае, а он завец и берешит по перших словах. Али яго уже у традиции, уже пост-библейское, уже почали звать то ледот. И безумовно, грецкое слово генезис и латинское генезис и на всех мовах это идёт родоводы, роды, и всё, что в каждой мове альбо початок, есть ещё такой вариант. И, конечно, быцё, это зусим, 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 адметная неотповедная назва. Адзинае, что это, как кажуць, привыкли. Вот привыкли. И всё. И вот гэта, так сама, одна з бельмі важных речоў, я калі дамавлялась она гутырку на гэтом кругом столе, якраз у неё была тема про выклики сучасных аперакладу Библии. Адзин з выкликаў, я, мусяць, не буду пра гэта казаць, потому што гэта это вялікая тема, я в 5 хвилин не раскажыш, але адзин з выкликаў гэта праца, праца, уласна праца с традицией, якая накапілася у перакладах за 2000 гадоў, и якая пэўным чынам гэта традиция вельмі часто, вельмі шмат'як забіла доступ до оригінальнага тэксту. И мы завсёды, хрэстянская Библия на пачатку перакладная Библия, пачынаюча от того, што святым писаннім пачалі называцца тэксты з того, што в хрэстянстве стало называцца старым запаветам, яны адразу чыталіся ў субтуагинском перакладзе, і таму ў гэта вельмі зарна, гэта даробак старого запавету хрэстянскі, он адразу перакладны, і працца з оригінальным тэкстом пачалася, она была досыц рэдкаю, і пачалася систематычна, толькі ўжо пасутнасці ў новым часі. І за гэтае часы перакладу пачалі усталёвывацца традыцыі паўтараць адмэтнасці паперэдніх перакладаў. Тэ адмэтнасці, які ад самага пачатку ясна, кершым перакладчикам було ясна, што мы адыходзім ад оригіналу з таких-такіх прычын, а тады гэта і адыходы пераклады на іншыя мовы, на іншыя мовы, на іншыя мовы, і ў выніку то, што даходзіць да Беларусі, гэта саправды ўжо традыцыя перакладаў, і перакладаў з перакладаў, і традыцыя з перакладаў, перакладаў, і людзі бывай вельмы дзівецца, калі я кажу, што паверцца, што ў Бібліі нема бібліцызма, тэ ў нас павставала цэлый шэрах бібліцызмаў, там як каўчэх, напрыклад, таке слова, што шо даходе каўчэх, ці там скрыжалі, там які нибудь такі сакалі со славянскай мовы пасыходзіли, і людзі всі асаціююць гэтае слова адразу з Бібліў. У Бібліі як такой бібліцызмаў нема. І таксама для сучаснага перакладчыка вельмі вялікая задача паспробаваць перакласті Біблію як тэкст, який пав написаны на аутентичныў живой ўжатковой мові, і перакласті гэта таксама на аутентичныў живою ўжатковою мову. Без бібліцызмаў, яке як би накладаюць свой адбітак, і робець Біблію ўжо чымсці узвышаным, аддаляным, кудысті узнятым. Вось якраз пераклад дзекуці малея был максимальна набліжана да живой мовы. І сёня тут було сказано, што гэта далёка там ненайлепшы пераклад. На маю думку з новых запавету гэта дасюль это першы выдадзіны і дасюль найлепшы пераклады. Пераклады, які робіліся пазніў, ў тым ліку вось і таківок, у бок перакладу католецкай царквы, які в 17-го годзе вышел, православной царквы, які в 17-го годзе вышел, чым заступаюць перакладу Лукаша дзякуці малея. Адзіна праблема Лукаша дзякуці малея, што саправды мова помінялася. Што нікаторые речі, які булі нормальныя для живой беларускай мовы пачатку 20-го годзе, ўжо ўсавецкай абсечанай словніками, які вельмі моцно обмежовували беларускай мову і зробіли гэту обмежованую мову звыклою, і они пересталі ўжывацца. Там адзін з ульбіонных прыкладов, што ў академічных словніках дзенедзе тратіны мовы купалы нема. А ў безмолу мова дзекуці малея вельмі добрая, вельмі цудовная. І таму я, што хацелася з перакладам Уладыслава Чарняускага, вельмі-вельмі якраз хочыцца яку выдаць ў версії Уладыслава Чарняускага, якая там трошачку-трошачку падкарэктованная Петро Бетелем. Му што Петро Бетелі – это таксамай вельмі важны для нас персанаж, вельмі значны ў Беларусі, і мы неякуд мало… Ну, мусі таксама, ну недастатково, мы працюмі з працюмі з працюмі Петра Бетеля. Памятаем, што ён адзін з перакладчиков пана Тадевуша, і он падтрымаў традыцію перакладу пана Тадевушу ў турмах. Беларуская така традиція була перакладаў, і Враніслав Тарашкевич перакладаў у турмі, катору Бетель пракладаў у турмі – это целые легенды про то, як ён гэта робіў. І ён, вот, канешна, калі ён робіў свой машын напісь, ён там трошачку штось аны раэліся, штось ці, вот, гэта лёгкая, такая лёгкая, лёгкая, мінімалістычная редактура была. І, канешна, гэта вельми хочыцца мець, і хочыцца мець гэта як і біблістычны, і культурны феномен, як паглядзець мінавіта, як Чарняўскі рабіў свае выбары, што ён прапануе і так, і гэтак, і гэтак. Гэта паглядзець гэта шарах выбары, надзвычай важна для… ну, і не толькі для пэракладчыков біблі, не толькі для тых, хто цікавіцца біблі, а гэта культурны феномен. Зусім інша рэч, гэта пэраклад Міхася Мецкевича. Мне було надзвычай приемнае, і такое цёплае, некая светлае чування гартаць гэта сшыткі, там, дзе па два сшыткі паутараюцца. Одзін раз пэраклаў лукут, гэта яшчэ адзін сшыток на пэраклад лукі. І глятіш, якая розніца пэм жэтам пэракладаў. Йо ціх губляў, таксаме они камусь ця аддаваліся. І ён робіў з усім інших умовах. У яго була задача зарабіць мінавіта для той беларускай рэлігійны супольнасті, у якою ён служыў ў Амерыцы. І яго найгаловная задача – гэта была просто па беларуску зарабіць святое писанні, якое найбольш патрэбные для лютургічного жэтку. Зазначы, знов таки, Евангелі. І ў гэтым сэнсі мне што хацелася сказаць, што ў Беларусі в адрозніні ад таго, пра што шановны прамоўца нам казаў, што як наколькі бібліныя пэраклады ўплывалі на развіццё культуры, і называў прынятыя пэраклады. Канешна, найлепшы прыклад – гэта пэраклад Марціна Лютара, які вогулі пэрэварнуў немецшуну і пачаў фармаваць немецшуну, як іна ёсць. Безумовна і пэраклад Тэндейла, які пачаў фармаваць ангельшуну, але прынятым став пэраклад 611 года – пэраклад Караля Якуба, які так сама пауплываў вельмі моцна на всю ангельскую культуру, на всю ангельское грамадства, і да гэту лічыцца самым головнотворам на ангельскай мове, які калі небуць был. Велізарныя ўплывы на грамадства, на культуру, на фармаванне і консалядаванне літературных мов і національніх ідентичністі робілі вельмі многі пэраклады, але ў Беларусі так не сталася. У Беларусі в адрознанні ад усіх гэтых судовных прыкладов так і не з'явілася прынятага пэракладу, т.е. таго пэракладу, які стався б такім мінавіта консалядуючым, до якога маглі би все абапірацца. І здавалася, што гэта мусіць такя вельмікевская рэч. Пачынаюча ад с Карыны, з Карыны меў на увазі мінавіта такі пэраклады. З Карыны робіў Біблію не для царквы. Йон робіў яе і в фармаці, і в шарывці, і он всіляк падкресліваў, што гэта для люду паспалітага. Што гэта для людзей, кап яны навучаліся, кап яны праз Біблію прыходзілі і до Слова Божага, і до контексту той культуры, той цивілізацію, якую гэта Слова Божай формавала. І для С Карыны гэта було вельмі важна. Але варункі беларускай культуры зарабілі так, што пасутнасті ўжо ад серэдзіны шэснадцата гадзе, і до двадцать першага гадзе Беларуць жила так, нібыта С Карыны ніколі і не було. Тось вадрознені ад ўсіх астатніх культур, дзі сапрады біблі і перакладчик біблі, альбо перакладчикі, калі були групы, як у Падку Караля Якуба, рабіліся такімі вельмі моцна культура творчымі дзеями і персанажамі, у Біларусі так не здарывасе. І спробы шэснадцата га пачатку сімнадцатого гадзе так само нікуди далёка не прывялі. І на двадцатая гадзе, калі ўжо ад ябы модерная Біларусь, модерная країна, новий час, ўжо знову беларускай мова дазволіна, адразу першы, што робіцца ўжо ў ў сьомам гадзе, ў шостым гадзе дазволяецца беларускай мова, ў сьом гадзе, дам Лісовскі, ўжо робіць пераклад. То есть якбы самая першы жэст, які можна зарабіць, он адразу робіцца па беларуску. І справу да канца доводзець, то есть до перакладу Біблі, у нас тулькі дагэт, тулькі три полныя Біблі і ёсці. Полныя ці умовна полныя, так бы мовіцца. Умовна полныя. І глядзіцца, як не водная зіх, не робіцца прынятай Біблі. Першая полна Біблія выходзець ў Нью-Йорку в 1973 годзе. Абсолютно чудовны, фантастычны пераклад Янкі Станкевича на мову, яку ў Біларусі так называю Станкевичанка. Тут навыц прабліма не мова, прабліма тым, што в 1973 годзе яна не магла патрапіць ў Біларусь, яна не магла, саправды, фармаваць беларускай громадства. Абсолютна жалезная заслона. І патрапіла яна толькі ў самым канцы 80-х годов ў Біларусь. І тады, канешна, яна стала адкрыцьом, яна стала просто... Я просто севе цудовна памятую, якім это было вау. Чытаць і іншую мову, і чытаць Біблію па Біларуску, да іще вот ў такой мові. Мова зроблены... Біблі пераклад зроблены ў протестантскім каноні, там, дзе 39 книг старох заповету. Таким чынам, яна... Ну, так сам, яна была у недастатковой колькасці, і вельмі позна прышла ў Біларусь, і она не стала прынятою Біблію. Наступна спроба з Чарняускім магла бы, магла бы вядаць быць, калі б яна была выдадзіна своя часова, она не была выдадзіна, от па тых прычынах, які мы ўже сказали. Прошта ён працаваў сам, ён хатіў реакцы, ён раздаваў ўсім, каго ён ведаў, прасіў людзей да памахчы і вярнуць яму. Людзек, ну, вярталі, то, што тут, алеса жлудкі, які так сама цудовны латиніст, і вельмі завсёды працаваў з латінскай Біблію, працавалі, што істыдавалі, ано так не склалася, лёс такі был ў этого перакладу. І Василь Сёмуха, які ў вайшоў ў комісію Беларускай Экзархату Русской Православной Царквы для перакладу Біблію ў восемццацзевятым годзе, а потэм зеў я вышыў, як пэк пэвы вышыў, атулі алес Розанаў, і там яшчэ ўсялякі іншыя людзі, якіх адразу запрасіў, які просто пабачылі ж там працаваць было вельмі цяжка працца, не з розных прачын, у кожных, а былі своі прачыны. І Василь Сёмуха сказаў сам перакладу. І ён взяўся перакладаць, і ён выдав перакладу в 2002 годзе полны, знов такі па протэстантскім каноні 39 книг Старога Заповету. І ён знов такі ён не став прынятым, хаця, відаць, ён у большасці людзей, кого я веду, це самы любімы пераклад. Людзі, які працюю з розными перакладами, самы любімы, там вельмі цікавая мова, Сёмух це адзін самых вуглі гініальных перакладчыков на беларускую мову ўсіх часоў. І ён абапіраўся вельмі моцна на Біблі. У ёго былі основная крыніца был русский синодальны пераклад, а другая крыніца – Біблію Лютара. Былі улюбённы ягон на книг, яких он перакладаў, і он не веду оригінальных мов. І перакладаў знов такі задачаю па беларуску зробіць Біблію. Задачы знов былі не навуковые, не крыніцы, не тэкста лагічныя. Яму гэта все было абсолютно неістотна. І он зробіў знов такі вельмі цудовны культурную дзею, і культура ўже гэта Біблія ёсць, і она ўжо таксама эту культуру фармуе. Ну, і пераклад 12-го года пришоў ўже ў дадатаку, я просто не буду зарасказаць пра хибы, і он тэкста лагічны, вельмі праблемны, і там узім тяжка працаваць. У мене было каля я вернулася ў Беларусь, я ў 91-м годзю вайшла ў президу біблійного тварыства, і з перапынкам на гэты замежныя вандровкі вернулася туды знов, і вельмі спадзевалася, што з біблійным тварыстам можна будзе зарабіць новы науковы пераклад Бібліи. 12-го года мы з гэтым вельмі щыльна працавалі, но знов такі лёс пакераваў так, што не атрымалася. Я пакую, што гэт ідея новой беларускай Бібліі пакую, што і она застаў цей ідею, нікатуре пераклады павыходзілі, нікатуре іще будзуць выходзіць, зараз рахтуецца штось із гэтага. І задача, на мою думку, і выклік, основаный новой беларускай Біблію, вогулі новах перакладыў, это саправды зарабіць Біблію для 21-го ставоцца. Біблія, то, што мы казалі, што така робіцца для сваёй релігійной супольнасці, а яна выканана эта задача, у большай ступені, хаця безумовна гэта як ремонт, это правільна. Бібе пераклады Біблію, навад калі ёсць прыняты пераклад Біблію, задача прынятага перакладу Біблію, саправды канцалядаваць грамаццва, мову, культуру, думку, што ў Беларусі вельмі складана, птаму што Беларусь ад самага сваего пачатку, ад Велікая княцтва, яна полі релігійная і полі конфесійная, і яна шматмовная, як би Беларусь над тым і трымаецца, на і тым трымалася, што ў яе на мінімальнай прасторы максимальна разнастайнасць, што ў гэтам адмэтнаць Беларусі была праз усе часы, што саправдуць разнастайнасць. Таму махчыма ў Беларусі был і не махчымы прыняты пераклад Біблію, але магліба быць прыняты я пераклады Біблію некалькі. Ну, цепер ўно може быць быць кой ёсць, і гэтая задача для пэвны беларускай супольнасць, она больш менш выкананая. І застаецца задача, якая яшчы абсолютно не выканая, якая яшчы просто сусім адкрыта, это саправды, прынесті Біблію, як яна ёсць, оригінальнаю Біблію, яркую, разнастайнаю, колоритною, шмаджанравою, и вельмі, вельмі, вельмі моцною по своім тэксті, по своім змісті, прынесті ў сучасны беларускі контэксту, контэкст 21-го года. Такой што, з гэтым я спадзеюся, мы ще будем працювать. Велизарне, дякую за сьоннішню імпрезу, и за три такі фантастичныя істориў. Дякую великі спадрэнні Ірина, на сам реч, задача ще вельмі шма. Шановны колеги, пропаную слова, открытый, як кажусь, микрофон. Для усіх охотных. Подыходь цікри ласка сіды до нас. Будзе лепш чуваць, і на відео будзе більш аутентичным. Все отримається. Миколай, приходиш за гадчук кафіру филологічного факультет Бодауны. Так. Натиснете. І перші, там натиснуто ж. І перші, що я хотів би почати, це те, що трошки апеліруючи до виступлення з подарання Ірины, від казати, що белорусська мова на місці не стоїть. І вернутися в двадцяті годи в белорусській мові сьогодні вже нема в чині. Це однозначно. Ми в іншім часі живем, в іншій епосі і в інших варунках громадсько-політичних. І ми всі добре сьогодні розуміємо цю ситуацію. Це перше. Другое, покольки ми вкладчики, працюємо со студентами, тими, хто так само вучиться і на евангеліях, і на інших религійних текстах, то я хотівозначит, що і всі ми, сьогодні присотні, з'являємся світками становлення нового стылю в белорусській мові. Конфесійного стылю. Щоб не говорили, щоб не критиковали нас, але цей стиль формирується, дякуючи католіцькому, дякуючи католіцькому костілу, дякуючи православнім, дякуючи іншим религійним суполкам, які існулися на території до Руси. І це дуже важливо. Канечне, правильно говорить сподарення Ірина, що ніким чином нам треба було б об'єднуватися, але нас і так вже об'єднуло. Любов до Біблі, Любов до Слова, до Бога і т.д. А тое, що у нас є розні варіанты, а я їх називаю варіанты цих перекладів, одного і того ж текста, це так само не так дрэнно. Тому що з пункту лідження мовна це світить об тим, що мова не стоїць на місці. І вона відказує на цей запотрабований час. Це другое. Я люблю еканомити час. Олесь Олександрович. І третє. Вельми добре, що в нас є шмат фоксимільних видань. Починаючи от Туровського евангелі, і більші такі старожитні речі, і т.д. Ці не пора. Олесь Олександрович, що створюся нєкую таку обйомлюю працю, іллюстраційну, поліографічну, бібліографічну, типу в цього каталогу, яка була про Біблію. Кожному беларусу можна було бачить, що зроблено в цій сфері, і що робиться. Той, що буде робиться, в свій час, конечно, буде іллюстровано. Така робота була вельми важна і для бібліографів, і нам, новоколцам, і тим, хто вовле цікавиться в історії религії на території Білоруси. Ту ці религійних плів. Це вельми важно, тому що на сьогоднішній день далеко не все у нас доступно. На великий жаль. Не глядячи на те, що ми полежбовуємо розді тексти там, видаємо фоксимільні речі, а фоксимільні речі ми ж відаємо, яким тиражом, яким накладані вони друкуються. Коли у нас в монографії виходять тиражом 35 екземпляров, 30, про що можна говорити? Дякують Богу. Ян Кримець подарував альбомну книгу, і він зараз її покаже. Одна з акцій, яку організував ксенць Владислав Завальнюк, пам'ятець ці. Судодійні образи Маті Божій подорожжу по Білорусі більше 3 тисячі кілометрів вийшло тиражом 5 тисяч. Ось такі речі практикувати, і щоб вони у нас не залежувалися, а щоб ішли яким чином у народ. Ось що важне ще мені здається. І я опошне, що хочу сказати, це виказати велизарну щирну подяку Олесі Александровичу Сушу і Национальній бібліотеці Білорусі, які роблять виключенню справу. Тому що дякуючи їм, ми так само долучаємся і до Бога, і до у кожного своєї церкви, і до той спадщини, яка є у нашому народу. Щиро, щиро дякую. І плену на даліше. Олесі. Я не винователю, а не хочеться. Олесі хочеться. День прорубля. День прорубля. Літеральна ж летось відкавався юбілей 550 років, хоча про дату тут спрички єсть. Судат дійного з'явління Жоробицької і хвилина Божій Маті. Один із самых, видать, популярних і поширенних судодійних образів в Білорусі. Дякую. Дякую за багатое видання. Дякую Валиким 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 Валиким. Будем задання виконувати под запись. Ми абсолютно не можемо ли тільки з вами разом. Усе проєкті, які реалізовані, це факсимільне видання. Ви відеці, бібліотека тут далеко не перша. Сама по собі практика випуску факсимільних видання має вже не тож 10-го, а 100-го годзі. І бібліотека приступила до гэтай працы сама, літеральна, 15 год назад. Перед тим ми працавалі з іншими видавецтвами, з науковими і навчальними установами у подрахтову цей видання передаючи для використання особнікі, які ми захавалі. Але самі не выдавалі. Принципово важна у тих праектах, што ми робім, працаваць з дослідчиками. В факсимільне найчастей, як і в гэтам випадку, і во всіх інших, з'являецца толькі часткай, і нередка зовсім невялікай часткай выдання. Вельмі часта дадатак, так би мовіць, з дослідванням з'являецца большым па абйомі, як тоя Туровська Евангелія, ад каторога 10 арпу шоў засталіся, без асэнсавання кніжнага помніка. Причым шмат аспектнага, в гэтам так сама важны момант у вертанні до кніжных помнікаў, маю на увазі з боку розных навук, нельга парацтавець гэтай помнік шырокай аудиторий. У выніку і наклады гэтых выданніў, што ми выпускаем нередка пристойна, т.е. Скарына ў збор, всі 20 згакам кніг, тысяча асобнікаў, буквар, тысяча асобнікаў і т.д. Большасць каля тысяч, навад каталог тут, кожны тон, на кожной мові па тысячы був. Стараамся ў гэтым санця заховаць, але паутаруся, тут важна ёднацца. Калі мы кажам пра тексты, ці навад конферэнцы, каторые мы праводзім, па павных помніках, ці факсимільныў выданніў. Кажам пра Скарыну, тута Багаскова і мовознаўцам ёссмес, літературознаўцам, шары філологам, і історикам, і мастацтва знаўцам, і нашым кнігознаўцам, і філософам, історикам філософіў, багословам безумовно, ба гаварка пра Бібліў, і дзе пра што забывалася, калі проаналізуваў, напрако, панецква паучнедаведням пра Скарыну, савўцкого часу, в цей артикулі абсолютно були по зрозумілих причинах опущення. І многі інші контексти. Бібліотека тут становўцца центром збору, часам іще і авторства, але не частей збору. Єднаючы сілы, і ми готовы в значна міра виконуваць задання. Той справі, каторую ми умеем робіць, захаваць спадшину. Дзякувам, што ми тосё уже маў і заховуваў. Зарабіць даступнаў працу у читальній зале, пра з електронною хопію, електронною відлятице. Зарабіць факсимільне видання у тым ліку. Гэта адзін з керунков, драгі, складаны, вельмі непросты, але адзін з керунков для популярызациў, для черговый раз вертанні гэтай спадшины. Єсць ўнас треклад дзякуць малеў, оригінальний, здавалася б можна було пы кропку поставіць, але ён адзін на всю країну. Ён ўжо замучаны, будзем казаць так. Рукамі не токкі даў слетчыкаў, ўжо кожны год ўсю большая койкаць читачоў з категориў проста хвотнікаў, да ёго звертаюць увагу. Цепер мы можам даць факсиміліў рукі, електронную копію, гэта значна спрыяе і популярызациў, і захаванні оригіналу. Тому будзем тут працаваць з вами разам. Я шчы раз кажу, можам і супойна з филологічным факультэтам адмеркаваць махчаме перспіктыгу. У нас ў свой час былі на працовкі ў гэтым сэнсі. У чатырнацтым годзе, каў не помаляюся, стварал такі реестр та дэта называлася инновацийных ціек праекта ў справе узнавлення кніжных помнікав. Пад 500 позіцій розных кніжных помнікав розных часу, друкованых рукопісных там было. Мы дали перамовы з працовніками церкву, з православной церкву, з католицким костюмом, з реформацийными церквами в Беларусі. І ў гэтым сэнсі манога што ў планах былой шмат што реалізовано на дзівасного часу. Тым не менш далёка не ўсё, і мы гатовыя тут до такой тесной супрацы з вами разом. Тому дзякуя вялікі за пасылы. Я без ніякого саправды будзім выконываць і па факсимільных выданніх ўтвешто. Калэгі, шановны, я хател бы уважаючы на той, што не шараговая падія сьогодні у нас сказаць ось прошу. Сьогодні мы можам казаць про той, што сьогоднішній день, сьогоднішні часы гэтай десятью годі гэта час спраяльний для азбирання каменёв. Але булі не спраяльніе часы. Эльдіфон Збович, Адам Станкевич і інші жылі у неспраяльніе часы. Але то, што яны зробіли у неспраяльніе часы мея великое значання для того, каб Беларусь на речі стала суверенней державой. Яны дали така. Спробы одухавлення національнах життя у другой полові 19-го, на початку 20-го року, довели до того, што про 100 годів, прикладно про 100 годів Беларусь отримала суверенітет. Зараз ми так само живем у час, коли можна збирать камені. Я хочу сказаць, што треба не марнаваць гэтай час, а треба, як шановний загадчиках сказав, треба яго ашаджаць, бірахчы. Тому што махчым останіцца так, што глобальні процесы сусідній історії зроблять так, што сьогодні уже помирають інститут сім'ї і так далі, і так далі. І в першій сусідній війні, і в другій сусідній війні ми бачили выніки дехрістиянізації певної часки громадства, які довели до індустриального знищення людей, до вынаходництва атомної бомби на знищення людей на науковій базі. І ми завсюди повинні заходзіць з того, што єсть небезпека дехрістиянізації громадства і вугу цього сусід. В цьому сенсі уся гэта ідзейнаць па ізбіранню каменів, і вона набыває невелікший сенс і може імець вельмі великое значенні, той значенні, якоє ми сьогодні не можемо свідомити у будучині. Треба розуміти. Тому вось такі віддання, гэта вельмі важна, але я хотів би пажадати, щоб усі наші праці, усі наші видання були своєчасовими, щоб ми худше робили цю праці. Я хуценько прагартав гэту книжечку і не знайшов, наприклад, ніяких католіцьких образів, які шановались, які були настово шанованими. Ну, наприклад, Івівська, Маті Божія Снежная у Іві, початок 17-го стагодня. На її атрибутах всі зудайдзейнах образа захавались, гэтак далей, гэтак далей. У нас в Драгичинськім районі є Маті Божія Журовицкая початку 17-го стагодня, вельмі худка, яна ввачла у цього датнього твору. Яна сьогодні не шанується православною церковою, як цюдадзейна виява. І не глядячи на те, що гэты образы про їх уже написано, але треба робити певні кроки для того, щоб про їх ведали і верталися. У нас вельмі складанна історія. Паланізация, рустіфікація, гэтак далей, гэтак далей. Я меў контакт з працівниками розних конфесій, і што я хочу сказати? Я хочу сказати тільки про дві выбітнія і видатнія асоби. Гэта кардинал Сьонтас. І при зустрічах з ним перші початкова я адначал той, што я був у певній ступені паланізований. Гэта натуральна гісторія, перші речі паспаліта, другое речі паспаліта, гэтак далей, гэтак далей, гэтак далей. Але гэты чалавек пришел до усідомління того, што ўсё ж такі я гурадима, не глядші на то, што ўн народіўся паспаліта, гэтак ўсё ж такі єсть Беларусь, і тое, што ўн екзарх іерарх Беларуській гэталитській церкві. Йон гэту свядув. І калі ён не паказував, а ось тут труна Зигмунта Лагинськага, то ён гэту усідомляв, ён хотів гэтак пераказаць, хоч і ше добыли часы, калі про гэтай нега було казаць. Мы сьоння гаворым пра Денисовича, бискупа, пра Роппа, пра інших, але мы смеемся з Яблшковськага, які смеявся з Беларусі, так сказай. Я тут зроблю паузу і звернуся до другої асобы. Метрополіт Феларет, знаходячыся ў злучных штатах Амерыкі, хоць мяў вопыт працы за мяжою, ён был у аддэле знішній взносин до Русской православной церкви, і он, знаходячыся на УПС, і он зробил такі неоднозначні нікі, выказал думки. Про це ўсоў час написал наш знакамітый, выдатный поэт знішні. І он написал так, знаходячыся за океаном, доводіў наш митрополіт на том искусственном наречі, наш чын в церквах не гаваріт, народ желает реч іную. Калі то правда, Феларет, вы, напаліты Кузямную, измянили Божий заповед. Митрополіт Феларет был выдатной особы. Гэта интеллектуал найвыкшайша шкалту і особа. І дякуючу митрополиту Феларету у нас ў православной церкви в Беларусі адновлены епархи, створаны новы, так само адновлены епархи каталинскія, дякуючы Казимиру Сёнтаку. І митрополіт Феларет так само уступил своими ногами у океан, у хвалі океану беларускай історий. Дякуючу ему мы маем сёня сенот полноту беларускіх сяртых. Мы почали передаваць, переводзіць бюбліні тэксы і т.д. І митрополіт вельне любил Беларусь і ён пахаваным ў нас, і он захотел ка быць пахаваный ў беларускай зямлі. Гэта люди зразумелі, што ўсё ж такі вось і туты спробують одухавлення беларускага національнах життя, яны сёння маюць вынік, і што трэба до гэтай справы далучыцца. Далучыцца. Тому мы ўспамінаем прэй. І на беларускім небе християнскім зяюць іх зоркі незалежно от таго, што як яны які яны робили помылки, ці як яны с цяжкостю доходзіли до крыця ніяких істин. Тому што калі на апостолу сіходів святы дух, і калі на абразах не подаваць, як і агеншіки над їх головами гараць, то апостолы заговаріли на розных мовах. І адносна Беларусі поліконфісійнаць, шмат національнаць, шмат мовнаць, гэта разнастаўнаць, гэта багаття, якое мы павінны дырапчы. Але, усё ж такі, усё ж такі, ў кожнага народа ёсь своё небо, дай коўа мы звертаўся табор. Трэба любіць гэта неба і ў яго ўглядацца, каб на ім не згасалі зоркі. Зорка Казимира Слёнтыка, Адама Альсоўска, Гастанкевича, Цельдіфон Сабобича, і я гэр хачу вернуцца, мы павінны ўзгэтае камінь избюраць. Час і дзен надто хутка. Можа стацца так, што адбудзецца гуманітарнае траеды агульно-сусёднага масштабу. І макчыла, што ўзгэтае камінь, які згарувамы сёння, п'яны, да памогуць пазбегнуць будучшими траеды, які выключаць мы не можам. А то нанимаем право. Прабачте, што я, так сказаць, макчыма эмоцэйна, але калі працуеш гисторичным матеріалам велікім, то ты бачеш адрознене таго, што было 20-м сагодзем 19-м, і прабачте у него 11-м, 20-м. І вогалі ты па іншаму глядзіш на не толькі на агульний гисторичный працэс, а лі ты у гэтых асобах, у их дейнасті знаходзіш асаблівую годнасць і асаблівую значнасць их дейнасті. Дякую. Дякую велікі. Я б собі такою эмоційно-лирічную ноту не здолів дазволіць, там дякую якраз на будзе хорошим у полном сенсі эмоційным таким подсумуванням. Шановні асябры, прапаную тут ўжо рухацца да завершэння. Падводзячы вынікі некалкі слов літерайна. Папершэя дзякую. Дзякую ўсім, хто ініціявалі новыя крокі у руху да беларускай біблі. Новыя пераклады, новыя выданні, новыя даследванні, новыя праєкты. Падзяюся, што гэта сустрэча таксама даць падставу для новых крокаў. Тоець, это не просто свечэнне паперэдніга шляху, але і пэвны ариентир для шляху далейшага. Пусть мы сустракаліся в 18-м, 18-м, 19-м, тепер, 21-м годзі. Дай Бог, каб было што новыя сказаць про згод, про стрэй. Каб справа ў гэтым керунку працякувалася. З боку бібліотеки повтаруся, што наша задача спадчину заховаць и мы гэтрабіць будем. Мы гэтрабіць будем при любым разкладе гэт наша задача, гэловна місія. И дякую великі, што ёсь махчымась винам допомагаець гэтрабіць, тю спадчину зберагаць, заховаць, популяризаваць, даносаць до серцэу, да розуму нашых сяброў, нашых чытачоў, наведвайніка ў бібліотекі. Упыўнены абсалютна, што таким супольным парывам мы гэтам можам рабіць. Дзяку великі низкі паклон, спадзяюся, што гэты перацвяточны, перацкалядны настрой ён будзе даваць надзею і нараджаць пазітыў, а не толькі ў серцах і душах, а лешчы і у справах. Падзяюся, што Новый Год, каторо ўже зовсім худка зима почалася, будзе так само вельмі плённым, ўже, як ў нас бухгалтер ранее казала аванс, зарплата аванс і ўже Новый Год. А ўже нема аванс зарплат, ўже зарплата аванс засталіся. І Новый Год прийшоў. Тому, дай Бог, ка б Новый Год был не менш плённым і може більш светлым, спадзяюся, ў всі хворобы, ў всі напасті одыдуць нарешті мы з доле. Якуда ў нея часы одняцца адзім за адным, павіншаваць, добра і па сяброску адзім одного со святами некалі гэта, мусець адбыцца, ўбэлі не адбудзецца. Пачынальнікі пераклада ў Біблі на беларуску мову, саправды жили не менш просто час. Час першой святной войны, час епідэмій, згадаем все ты американкі, испанкі, каторые некалі бывалі, а ўтым ліку ровненька сто год назад перажали і жили далей. Будем ими жить. Дякую, удачи, плювну, до новых зустреч. Дякую. 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 Дякую.